На власть ругаться сейчас в наше время очень плохо. Невыгодно. Да, невыгодно. Ну и высказывать надо, и, конечно, если не будешь отставить свою точку зрения, то ты ничего не добьешься. Я считаю, что должны немножко приехать и проехаться, посмотреть в таких вот отдаленных уголках. Люди здесь, ну можно сказать, что выживают. Просто-напросто выживают. Оно все завязано между собой. Промышленность, сельское хозяйство. И раньше это все работало. Это надо все восстановить, эти связи. То есть возвращаемся к индустриализации. Да. Прав был дедушка Ленин? Да. Во многом был прав. Электрификация, индустриализация – это наше все. Как сейчас происходит ваше взаимодействие с властью? Вам что-то требуется? Нужны какие-то там гарантии под кредит? Нужны земли, нужны коровы? Мы не говорим о коммерческих организациях, с которыми вы работаете. Мы говорим именно о государственных структурах. Чем они сейчас вам помогают? Проблемы есть, они были, будут всегда, в любом производстве. Да, обращаемся. Помощь, конечно, как вам сказать, помощь есть в том, что хотя бы можно с кем-то поделиться. Кто-то тебя выслушает. И, может быть, даже действительно дадут какой-то дельный совет. А так, в основном, только на себя надеяться. Что администрация нам поможет. Да, кредит. Да, у нас свой залог. У нас своя кредитная история. Своими силами мы выбиваем эти кредиты. Добиваемся чего-то. Закладываем. Тем не менее, в льготном кредите вам отказали? И вы возьмете сейчас коммерческий? Ну, на данный момент, скорее всего, да. Будем брать коммерческий. Ну, а почему? Ведь, насколько я знаю, в новостях везде прошла эта информация, что выделили на 25 миллиардов под льготные предкредиты. Ну, по словам, допустим, даже мы в Алраде Россельхозбанк, наш Минфин, все документы, все, которые нужно были, они одобрили. Они отослали в Москву, а Москва это не дает. Не в силах же, правильно, нашей, допустим, администрации, районной, областной. Я думаю, что что в их силах было, они сделали все. Я думаю, что нету сейчас таких людей в администрации, чтобы старались повредить производству, такому хозяйству. Очень много знают, и отца знают, и хозяйство знают по производительности, по всему, что нам кто-то будет вредить или там палки в колеса ставить. Тем более на таком уровне, на администрации. Сейчас все-таки есть помощь, помогают ускорить что-то. Это глава администрации нашего района. По коровнику, по строительству были какие-то проблемы, по проектам. Мы обращались в администрацию, и, в принципе, помощь была очень хорошая. Есть некоторые фермеры, говорят, а что там ходить в эту администрацию? Ты можешь просто приехать и поделиться о своих проблемах. Дай бог, чем-то помогут, точно так же чем-то выручат. Даже словом каким-то подскажут. Даже подскажут, куда обратиться. Вот мы по удобрениям с отцом бились-бились-то, он там нашел, я там нашел. А в общей сложности скидывает замглавы администрации нам и говорит, вот так-то, так-то, вот на администрацию поступило. Мы сразу туда позвонили, да, есть удобрение, все. И мы у них взяли по 31 рублю. А в других местах вам предлагали по чем? От 34 тысяч тонн до 38. Я считаю, что это уже помощь. Администрация при всех отделах сейчас какое-то оформление, какая-то документация. Сейчас мы хозяйство такое, мы же не поедем же там, допустим, в какой-то отдел, чтобы сдать. Мы туда едем, они нам объясняют, какие нужны документы, какие новые документы. Им все-таки лучше же объяснять, чем нам объяснять. На власть ругаться сейчас в наше время-то очень плохо. Невыгодно. Да, невыгодно. Ну и высказывать надо, и, конечно, если не будешь отставить свою точку зрения, то ты ничего не добьешься. Иногда бывает, конечно, и мы с горяча там чуть-чуть неправы. Бывает такое, что и некоторые структуры тоже неправы. Ну, бьемся за жизнь. Если бы у вас сейчас была возможность что-то изменить, что бы вы сказали, какой бы совет дали министру сельского хозяйства? Какие законы вы считаете, может быть, нужно принять или какие-то нужно убрать? То есть вот считаете, что ваше мнение сейчас услышат? Это, по-моему, самый провокационный вопрос сейчас, чем было перед этим. Очень сложно, конечно. Я считаю, что должны немножко приехать и проехаться, посмотреть в таких вот отдаленных уголках. Люди здесь, ну, можно сказать, что выживают. Просто-напросто выживают. Спуститься на места и действительно немножко повернуться к промышленности, к сельскому хозяйству. Оно все завязано между собой. Промышленность, сельское хозяйство. И раньше это все работало. Это надо все восстановить, эти связи. Все производство надо поставить на рабочий лад, чтобы все работало. Все заводы работали, фабрики работали. Даже для сравнения взять те халаты, где это все. Нету ни одного хэбэшного халата. Вся синтетика нету. Потому что фабрик нету. Камышинская текстильная фабрика крупнейшая была. Ничего ж нету. Ничего нету. Мы сейчас и культиваторы эти покупаем. Металл делают по импортной технологии. Почему у нас не делать наш металл? Просто-напросто по нашей технологии. Нашими технологиями, нашими заводами. Все импортное. Все импортное. То есть возвращаемся к индустриализации. Да. Прав был дедушка Ленин? Да. Во многом был прав. Электрификация, индустриализация – это наше все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова